Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас на обзоре часы Orient, модель EU07008D. Это представитель знаменитой линейки с мультикалендарем, а давним поклонником этой японской марки эта линейка известна под названием College. Вблизи модель выглядит очень красиво, посмотрите, корпус и браслет из нержавеющей стали, застежка двойная с фиксатором 1 и кнопочки 2. Задняя крышка у нас, как всегда, с информацией о материале, о производителе водонепроницаемости и с гербом Orient. Сам корпус у нас глянцевый, смотрите, обработка сбоку зеркальная практически. Браслет же у нас в основном матовый, с небольшими глянцевыми элементами. Минеральное стекло повышенной прочности, но оно, как мы видим, где-то на полмиллиметра, на миллиметр выпирает над уровнем корпуса, поэтому будьте осторожны, чтобы не задеть его случайными боковыми ударами. Под стеклом мы видим красивый переливающийся синий циферблат, посмотрите, цвет меняется от светло-синего, практически от голубого до такого темно-синего цвета индиго. На циферблате мы видим огромное количество цифр, сразу возникает паника, возможно, как только мы увидим этот циферблат, но не пугайтесь. Во-первых, внутренний безель, самый большой, это у нас логарифмическая линейка, он крутится с помощью нижней головки, мы видим. Кстати, если вам интересно, как пользоваться логарифмической линейкой, напишите об этом в комментариях, обязательно сниму про это видео. На циферблате же мы видим мультикалендарь, здесь у нас месяца, года, дни недели и числа, в районе трех часов окошко даты, часовая-минутная стрелка со светонакопительным покрытием, секундная стрелка с красным наконечником, в районе 9 часов мы видим герб-ориент, автоматик, автоматический механизм с автоподзаводом и 100 метров, это значит, что в часах можно не боясь плавать, мыть руки, принимать душ, тем более здесь головка закручивающаяся. Вверху мы видим кнопку, она отвечает за перемещение мультикалендаря, за его настройку, об этом я вам расскажу чуть позже. Под циферблатом у нас скрывается калибр 46D40, японский механизм, это минус 15, плюс 25 секунд в сутки, точность хода, 21 камень, 21600 полуколебаний в час, запас хода более 40 часов, 40 часов они на полном заводе работают стабильно, а дальше уже плюс 1-2 часа еще могут проработать. И также в механизме ударостойкие подшипники для защиты балансира с волосковой пружиной от ударов, то есть в принципе механизм часов защищен от случайных не сильных механических воздействий от ударов. Если случайно обо что-то часы заденьте, то по идее на работу механизма это не должно повлиять. Возвращаясь к календарю, а здесь он до 36 года, настраивается он с помощью, как мы уже поняли, верхней кнопки и начнем с того, что сейчас у нас двадцатый год, декабрь, 28 число, понедельник. Мы начинаем с того, что ищем наш год. Начинаем от самого большого, год. Год у нас двадцатый, поэтому нажимаем на кнопочку, пока у нас не появится двадцатый год. Двадцатый год у нас должен встать на декабрь, то есть вот на второе деление СЭП и ДЕК, сентябрь и декабрь. Вот мы нашли двадцатый, поставили его на СЭП и ДЕК, соответственно, у нас сегодня двадцать восьмое и понедельник. Смотрим, понедельник и двадцать восьмое, все верно. Сама же настройка числа и времени осуществляется, естественно, с помощью головки, она у нас здесь закручивающаяся. Раскручиваем, переходим в первое положение, здесь против часовой стрелки настраиваем дату, но для начала лучше настроить время, потому что здесь нет индикатора 12.24. Понимаем, где полночь, где полдень. Так, здесь у нас полдень, время 17.08, устанавливаем. И уже после этого переходим, точнее возвращаемся в первое положение и устанавливаем наше двадцать восьмое число. Все, после установки не забываем закручивать нашу заводную головку, чтобы вода не попала внутрь. Все, часы настроены, календарь настроен и можно пользоваться. Как видите, все не так сложно с календарем, как может показаться на первый взгляд. В темноте ярко светится часовая минутная стрелка, однако точечки по циферблату, 12 штук, на камере абсолютно не видны, а в живой они видны, но тоже слабо, поэтому я считаю, что здесь светнокопительное покрытие недостаточное, а можно сказать и практически бесполезное. А вот так выглядят часы на руке, ну мне прямо на грани, у меня запястье 17 сантиметров, высота по ушкам 50 миллиметров, в принципе вписываются в руку, 44 миллиметра у нас чистый диаметр корпуса, толщина 12 миллиметров, кстати они не очень толстые, посмотрите, не выпирают особо. Да, задняя крышка у нас миллиметра на 3 уходит вниз, а так в целом сам-то корпус не очень толстый. Браслет здесь, кстати, широковат, 22 миллиметра и по обхвату он здесь на 21 сантиметровое запястье, 21 сантиметр, поэтому мне где-то 5-6 звеньев нужно будет убирать. Вес часов 149 граммов, но не забывайте, что он уменьшается, если вы будете удалять лишние звенья. Подводя итоги, отмечу, что все часы Orient с мультикалендарем, так называемый College, уже очень долгое время выпускаются и популярны среди многих любителей, как не только этой японской марки, но и в целом любителей часов. И действительно, у этих моделей есть несколько явных преимуществ, это функционал, во-первых, да, здесь и полный календарь, и логарифмическая линейка, при этом мы видим здесь еще и красивый циферблат, посмотрите, как я уже отмечал, прекрасного переливающегося синего цвета. Отмечу пару минусов, во-первых, это перегруз циферблат информации, лично для меня это лишка, мультикалендарь, логарифмическая линейка, да, есть любители этого, но мне, как я думаю, и многим людям это не очень нравится, уверен, что многих вообще отпугнет такое количество цифр, и они просто убегут от этой модели, даже не вникнув в детали. Второй минус, это свет накопительное покрытие, считаю, что вот здесь недостаточно, ну, по крайней мере, для таких солидных функциональных часов, можно было бы его сделать поярче, хотя бы на рисках, а так можно было его, в принципе, не делать, потому что оно здесь не выполняет, по сути, никакой функции, время в темноте считать очень тяжело. В конце хотел бы услышать и ваше мнение по поводу этих часов, обязательно оставьте в комментариях под видео, также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну, а на этом все, всем пока!